дорогие друзья приветствую вас на моем канале с вами трасс березовец сегодня у нас уже 28 августа 2022 года сегодня нам нужно подвести итоги минувших суток поговорим в частности с вами о том как американский телеканал cnn сообщил со ссылкой на свои источники в американских военных кругах о том что украина начала реализовывать стратегию сопротивления которое в пентагоне прописали еще в 2013 году и это самая стратегия сопротивления которые называются рок в английском варианте дала неожиданно высокие результаты на которые не рассчитывали даже ее разработчики за ису нанесли ряд разящих ударов по врагу в частности разгромив крупнейшую базу оккупантов в мелитополе на юге украины также в новой каховке и в херсоне прозвучали взрывы и во временно оккупированном крыму ну а вашингтон со ссылкой на свои источники в американском оборонном ведомстве сообщил о переориентировании логистических потоков вооружений которые американцы отправляют в украину теперь концепция доставлять мало но быстро уступила место концепции доставлять медленно но много на самом деле американцы активно используя сейчас морские пути переправляю все больше и больше партии оружия в украину вот такие у нас на сегодняшний день новости ну а европейский союз собирается на следующей неделе рассмотреть вопрос лишения россиян виз как таковых удастся ли это сделать обо всем этом друзья поговорим далее в нашем обзоре начнем как всегда с подведения сводок российских военных потерь в украине по состоянию на 28 августа вообще количество уничтоженных оккупантов за сегодняшний день уничтожено 250 достигла цифры 46 тысяч 750 человек убитыми сбита всего 234 самолета 202 вертолетом за сутки уничтожено три танка или всего 1942 3 бмп брдм или 4257 всего 5 артиллерийских систем уничтожено а всего 1050 148 средств пво 274 средства реактивного залпового огня 6 автомобилей или 3171 15 кораблей катеров отправлено на дно и сбита два оперативно-тактических бпл а всего 838 и так ключевые новости сегодняшнего дня пришли из-за океана в частности стало известно об этом со ссылкой на американский телеканал cnn о том что украина активно применяет и использует в украине творчески развивают так называемую стратегию урок американскую концепцию сопротивление для уничтожения российских оккупантов включая временно оккупированный крем речь идет об оперативной концепции сопротивления или в английском варианте resistance operating concept или рок она была разработана в пентагоне в 2013 году совместно с другими союзниками по североатлантическому альянсу после так называемой войны 888 то есть 8 августа 2008 года которую россия при президенте дмитрия медведеве развязала и закончила победой над грузией и расширила зону собственной оккупации за счет отдельных районов южной осетии телеканал cnn отмечают что 2013 году только страны балтии а также польша выразили готовность присоединиться к разработке этой доктрины однако после оккупации крыма россии 2014 году которая стала неожиданной для запада и его спецслужб интерес к оперативной концепции сопротивления рок неожиданно возрос это доктрина как об этом сообщают телеканал cnn в принципе не предназначена для создания или поддержки партизанского движения ее цель это создание контролируемых правительством сил сопротивления которая будут проводить специальное мероприятие диверсии против оккупантов в ходе ограниченной или полномасштабной войны силы также утверждает что разработанные в пентагоне принцип был творчески развит украинскими военными и сейчас мы видим практическую реализацию этой самой стратегии рок уже на украинской земле она предусматривает в себе партизанские действия в частности использование таких методов уничтожения врага как с помощью коктейля молотова умышленные поджоги уничтожение бензобаков диверсии на транспорте также предполагает срыв вражеских коммуникаций и распространение собственной системы обмена информацией и предполагает также ведение информационной войны которая как признает телеканал cnn и все мировые ведущие эксперты в серии безопасности украина выигрывает у россии с огромным счетом как пишет телеканал cnn шквал сообщений которая сегодня провоцирует украина включают по партнете рует украина включает называемый белый шум и точечные вирусные компании которые активно вовлекают в поддержку украине мировых celebrities звезд первой величины но посмотрите звезды голливуда спорта искусства посмотрите шоу-бизнеса первой величины сегодня находится вместе в борьбе с украинским народом и они своим вовлечением своими призывами они вовлекают все больше большее количество людей не позволяя западным правительством снизить уровень поддержки народа украины в борьбе с российскими захватчиками телеканал cnn также цитирует генерала-лейтенанта армии сша в отставке марка шварца который ранее командовал специальными операциями в европе и участвовал в разработке этой доктрины он заявил о том что украинцы используют все ресурсы а также некоторые нетрадиционные средства чтобы подорвать армию российской федерации удивительно наблюдать за тем как несмотря на невероятные потери жизни и жертв воля к сопротивлению и решимость сопротивляться могут только расти а еще один эксперта прошлый телеканалом cnn зовут его кевин стрингер который руководил концепцию разработки этой самой рок утверждает что признаки использования этой самой оперативной концепции сопротивления мы видим даже временно оккупированным крым вот как поскольку вы не можете добиться результата обычными методами говорит стрингер вы будете использовать спецназ который поддерживает потребует поддержки сопротивления разведка ресурсы логистика с большой вероятностью можно говорить о том что принципы рок применяются в реальных боевых действиях прямо сейчас он имеет ввиду естественно в данном случае временно оккупированный крым кроме того еще одна важная новость сегодня они сообщают сегодня влиятельнейшее издание в вашингтон пост о том что пентагон все больше переходит на использование морских перевозок для доставки вооружений в украину здесь приводится мнение анонимного представителя министерства вороны сша и издание в вашингтон пост утверждает что это связано в первую очередь с тем что сша начали поставлять гаубицы и другое тяжелое вооружение украине что потребует постоянного потока крупнокалиберных боеприпасов которые не в состоянии обеспечить авиаперевозки как только мы начали поставлять им гаубицы мы поняли что нам понадобится больше боеприпасов заявил замдиректора по операциям транспортного командования сша стивен путков ну а всего среди вооружений которые пентагон уже поставил украине об этом также пишут сегодня западные сми более 1400 зенитных ракет стингер восемь с половиной тысяч противотанковых американских комплексов джевелин и ракет к ним 700 беспилотников камикадзе switchblade мы помним начинали с цифры 100 уже 700 их передано они способны поражать цели на расстоянии около 40 километров при этом они поражают как отдельно стоящие объекты как-то там гаубицы например системы стационарной системы зенитного огня они способны уничтожать также легко бронированные цели кроме того поставлены было 142 ратилийских орудий имеется ввиду американские орудия м3 топора и всего поставлена к ним уже почти миллион точнее 900 тысяч снарядов к этим самым гаубицам на этой неделе высокопоставленные чиновники пентагона также заявили о том что украина получит еще больше военной помощи после анонсированного пакета в размере 3 миллиардов долларов как заявил об этом колин кальзом главы пентагона по вопросам политики это может быть наш самый крупный пакет помощи в области безопасности на сегодняшний день но позвольте мне пояснить он не будет последним мы продолжим тесно консультироваться с украины по поводу краткосрочных среднесрочных и долгосрочных потребностей в потенциале об этом заявил еще раз повторю колин кальзом министра обороны сша помните недавно совершенно прогремела информация которая была связана в первую очередь с тем что россия и ее военнослужащие прошли обучение использование иранских боевых дронов и об этом сообщают американские спецслужбы о том что иран заключил сделку тайную с россией о поставке в российскую федерацию этих самых боевых дронов которые естественно будут использованы войне против украины и вот сегодня мы как видим как действует несимметрично наши западные союзники насколько красиво они умеют все это обстряпывать но мы помним уже когда только возникла угроза поставок этих самых дронов армия государства израиля разбомбила завод на котором эти самые иранские дроны производились то так случайно совершенно получилось буквально через полу это было три или четыре дня после заявления советника президента по вопросам национальной безопасности к советника байдена который заявил о том что эта самая сделка должна в конечном итоге состояться и вот только они несколько дней назад стало известно о том что иран все-таки поставляет эти самые дроны боевые в россию как сегодня стало известно о том что армия обороны государства израиль и масса от получили указание готовятся к любому развитию событий со стороны ирана об этом заявил сегодня премьер-министр государства израиль и ирлопит который прокомментировал ситуацию вокруг возможного восстановления совместного всеобъемлющего плана действия называемой с в пд по иранской ядерной программе ну красота не согласитесь то есть можно сколько угодно конечно решить это все совпадение все это случайность но иногда помощь наших союзников приходит вот в такой достаточно неожиданной форме самое главное неожиданной и неприятной для наших врагов идем далее друзья значит смотрим на этой неделе также состоится на следующей неделе прошу прощения состоится заседание европейского союза которым будет рассмотрен вопрос возможной возможно прекращение выдачи визы российским гражданам уже известно о том об этом сообщает издание financial times о том что министр иностранных дел стран и с во время неформальной встречи в праге будут обсуждать это пока понятно наиболее радикальную позицию занимает государство балтии польша и чехия а противниками активными прекращение или сокращение выдачи россия на виз выступают традиционном правительство франции и германии напомню на этой неделе федеральный канцлер олаф шольц выступил с заявлением где он сказал о том что германия не собирается пересматривать или ухудшать каким-то образом процедуру выдачи виза российским гражданам тем не менее financial times сегодня цитирует неназванного высокопоставленного бюрократа европейского союза который неожиданно заявил вот это изменение позиции важное русским туристам неприемлемо гулять по нашим городам и набережным мы должны послать сигнал российскому народу что эта война не является нормальной она неприемлема брюссель как утверждают журналисты financial times стремится не останавливаться на ограничение упрощения виз и может принять дополнительные меры по этому направлению до конца года при этом отдельное государство есть в частности эстония чехия польша самостоятельно прекратили выдачу виз гражданам российской федерации в ответ на развязывание войны против украины также помимо франции и германии пишут издание financial times против ограничения выдачи виз российским гражданам выступают страны южной европы но это в первую очередь понятно это страны италии италия португалия и испания что ждет в конечном итоге скорее всего на этой самой неформальной встречи которая состоится от 30 31 никакого решения о полном прекращении виз принято не будет возможно будут ограничено отдельным категориям граждан и как они обычно любят они любят сокращать количество выдумаемых виз то есть если они пишут мы там выдаем 200000 весели 50 то их будет вместо 200000 на 50 до там где было 50 будет 10 то есть просто банально сократят количество выдаваемых виз это техническая процедура которая в принципе допустимо в данном случае и она по сути своей как бы формально не запрещают получить визу просто и и становится получить в 4 5 раз сложнее ну или практически будем говорить откровенно практически вообще мало реально тем временем мы видим сегодня произошли еще одни важные события сегодня за и су уничтожили крупнейшую военную базу на юге оккупированном украины в городе мелитополь по предвиденной информации в поселке мирный мелитопольского района было разрушено одно из зданий ну понятно разведка спутникова засекла потом было до разведка с помощью дронов местная агентура подтвердила было полностью разрешено одно из зданий в котором велась подготовка к псевдо референдум а в самом мелитополе была разрушена крупнейшая крупнейшая военная база как нам этом сообщают которая находилась на территории завода авто цветлит по словам мэра города мелитополь на произошел произошли многочисленные взрывы эту информацию также сегодня подтвердили ряд местных пабликов источников ну и сегодня же прогремели точно также взрывы в районе мыса фиолент под севастополем об этом стало известно и в районе семьи за на южном берегу крыма также сообщалось о взрывах которые сегодня произошли в новой каховки одним словом ба вовна когда-то украине хлопки продолжились с новой интенсивностью ну а оккупанты в ответ на это сегодня стали обстреливать снова мирные украинские города нанесли очень массированный удар по запорожью было повреждено всего около 50 домов харьков обстреливали опять вечерние обстрелы произошли ракетные с помощью систем рсзо и враг всегда показывает что он продолжает бороться не с сбройными силами украины а с мирным украинским гражданским населением за что завису в любом случае всегда врагу отплатят ну и возвращаясь собственно говоря к вопросу стоит ли нам ожидать ближайшее время какого-либо широкомасштабного наступления имеющиеся имеющиеся на данный момент информация о подготовке российскими оккупантами любого наступления говорит о том что наш враг сегодня не располагает должными ресурсами для проведения масштабно это не исключает возможности локального наступления локального черт подчеркну тем более что наш враг сконцентрировал рекордное количество авиаций 400 самолетов 360 вертолетов вдоль все границ украины не в одном месте но вы понимаете авиация она очень достаточно может быстро и оперативно перебрасываться на то или иное направление тем не менее пока признаков широкомасштабного наступления кроме локального мы не видим враг движется продвигается с такой скажем черепашьей скоростью это сейчас уже прекратил продвигаться вот еще там две недели назад двигался со скоростью на востоке например 100 200 метров в сутки сейчас уже и это продвижение полностью остановлено за и су полностью остановили продвижение любое на всех направлениях что касается возможно наступление засу еще раз повторю вместо стратегии широкомасштабного наступления которая возможно будет только после получения больших партий бронетехники поскольку на сегодняшний день для проведения такого наступления требуется большое количество бронированной армейской техники которого в должном количестве сегодня банально нет и это опять же не является секретом так вот вместо этого как мы видим используется стратегия выдавливания когда уничтожаются переправы уничтожаются центры управления противника штабом уничтожают носят критический вред его инфраструктуре и таким образом засу медленно подвигают врага к тому что ему нужно само убираться и это в принципе достаточно успешная стратегия с точки зрения реализации простоты и самое главное она приводит к значительно меньшему количеству жертв среди гражданского населения которое неминуемо может попасть под огонь врага так и среди военнослужащих сбройных сил украины но в конце концов нужно сказать что генштаб засула в главе с команды главнокомандующим генералом залужным всегда находит правильное решение ситуации в конкретной точке и в конкретно исторический момент и эту же информацию нам подтверждает вот эта самая стратегия рок еще раз повторю оперативного сопротивления которое как мы видим разработали ее американцы союзники а успешно ее трансформировали и применили уже на практике там теоретически разработали здесь практически применили как раз за ссылку за что им очередной раз друзья честь и хвала спасибо за просмотр этого видео слава засу слава украине друзья слова генерал валерий залужному подписывайтесь обязательно на мой канал ставьте лайки шары комментарии нас становится больше уже 550 тысяч на канале ничего себе цифра идем к следующей цифре друзья к одному миллиону никак не меньше спасибо еще раз вам за просмотр друзья с вами был тарас березовец спокойно и скучной вам ночью слава украине помальше взвод побольше промах пока пока